Привет, друзья! С вами студия рисования Сфера, меня зовут Маша, и мы нарисуем сегодня такой ночной волшебный пейзаж со звездами и горами. Начнем с того, что наметим линию горизонта, ее можно сделать посередине, и с тем же синим цветом я начинаю заполнять небо. Добавляю к нему другие оттенки, сиреневый и фиолетовый темный пойдут в верхней части неба, голубые и бирюзовые снизу. Также я не заполняю до краешков нашу бумагу, пускай она остается черной, будет очень красиво смотреться, и у нас будет такой эффект виньетки. И теперь на наше небо добавляем более светлые цвета, уже вторым слоем, различные светло-сиреневые, розовые, слегка их растушевываем, делаем переход более мягким и плавным. К нижней части мы не подходим, потому что там у нас будут горы, но с правой стороны добавляем оранжевого, персикового оттенка, можно даже немного ярко-рыжего. Мы сделаем такой красивый закат, он будет довольно теплым, и поэтому он будет светиться в этой области, если будет ярче, чем все остальное небо. Добавляю еще немного светлых оттенков, чтобы облачка сделать более объемными и пушистыми. Затем мы опять немножечко пальчиком смягчаем, распределяем, делаем поверхность более мягкой и плавной, и теперь будем идти дальше. Небо у нас уже практически готово, осталось добавить немного розового с правой стороны, чтобы сделать его еще немного поярче. И теперь мы приступим к работе над горами. Я добавляю сиреневый цвет с левой стороны, справа она остается более темной, светло-розовым слегка подчеркиваю ее фактуру. И теперь зеленым цветом я намечаю лесок. Его закрашиваю не полностью, для того, чтобы черным мелочком уже пройтись по тому же слою и перемешать зеленый вместе с черным. Черный у меня довольно яркий, это мелочек ручной работы от черной речки. Видите, он такой пигментированный и очень похож на насыщенный и темный цвет нашей бумаги. Слегка растушевываю эти два слоя вместе, чтобы лес был более мягкий по форме, но в то же время зеленый цвет будет просвечивать. И теперь я намечаю линию горизонта, делаю ее более яркой, и здесь у нас будут идти свечения, такая яркая светящаяся полоска, которую мы оставим. Ее можно сделать также из нескольких оттенков, например, из тех, которые мы использовали в небе. Это будет тоже смотреться очень здорово. А сейчас нам остается повторить все те же оттенки, которые мы использовали в небе на нашей воде. Отражение должно быть похоже, соответственно. То есть мы смотрим, какие цвета использовали и с ними рисуем. Самый низ работы мы сделаем потемнее. Туда я добавляю даже вот такой насыщенный ультрамариновый синий. Теперь мы все это вместе растушевываем, делаем поверхность более гладкой. Если небо у нас довольно рельефное и пушистое, то водичка будет более гладкая и мягкая по форме. Черный цвет я также добавила вниз и с ним еще немного растушевала. Но теперь повторяем форму нашего отражения. Горы с правой стороны и лес с левой. Смотрим, чтобы их силуэты были похожи. Здесь мы уже не добавляем зеленого в отражение. Пускай это будет сплошной черный цвет. Осталось нам наметить гору, которая также будет в отражении. Ее тоже сильно не прорисовываем. Просто похожим цветом обозначаем. Теперь водную гладь можно слегка проработать с бирюзовым мелочком. И с черным я сделаю парочку камней, которые мы видим из воды. Добавила один камушек побольше. Еще один поменьше и вдалеке совсем небольшой. Чтобы цвет смотрелся интереснее, я перемешиваю черный с разными оттенками сиреневого и фиолетового. Также добавляю легкие блики. Здесь мы можем работать даже не с белым цветом, а со светло-розовым. Из-за того, что у нас бумага темная, черная, даже светло-розовые, желтые оттенки, они смотрятся очень ярко и контрастно. Добавляем теперь отражение. Оно будет также у нас черным. Растушевываю немножко поверхность воды снизу. Можно немножко уголки заполнить черным, если хочется сделать их поплотнее. И теперь мы пойдем дальше. Мы наметим звезды на нашем небе. Берем мелок. Самый яркий белый, также это может быть и светло-розовый. Немножко намечаю их и в воде, потому что они будут у нас отражаться. И теперь с одним хитрым способом я вам покажу, как можно делать звездочки. Мы берем острый ножик и пастельный мелок белый, но довольно твердый, потому что тогда звездочки будут более маленькими. И вот так вот контролируя, куда они у нас будут попадать, мы их насыпаем поверх неба и немного поверх отражения. Там, где были облачка, мы можем добавить звездочек побольше. И тем самым облачка станут тоже более пушистыми. Ну а теперь нам нужно закрепить звезды на нашей работе. Покрываем либо фаликом, либо кальк, либо любым белым листом. Прокатываем немного карандашиком, чтобы их припечатать к поверхности. И звезды на месте. Теперь черным мелочком, либо пальчиком мы растушевываем и убираем звезды там, где их быть не должно. То есть на камнях, на лесочке, где-то в отражении можем сделать их немного поменьше. То есть оставляем только те участки, на которых они необходимы. Ну что, вот так быстро наша зарисовка готова. Посмотрите, какая эффектная и красивая она получилась. Спасибо большое, что рисуете вместе с нами. Делитесь вашими работами. И до новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...